Ииии всем доброе утро, дорогие подписчики канала Umbra Votation, Кабаредед, сразу не паникуем, не паникуем, не переживайте, это не черный экран, это просто видео, ну я просто немножко свернул, чтобы было посмотреть, как вы себя поведете, посмотреть, посмотреть, ну ладно, формально я здесь, не будет здесь черного экрана, у меня он сейчас здесь, у вас будет арт-заставочка, я специально так смонтирую, чтобы все хорошо смотрелось, итак, ребят, сегодня мы с вами, ну пока я буду уже на работе, вы спокойненько посмотрите следующий эпизод игры Quantum Break, играть на ПМН делится на игровой сектор и на сериал, который уже зависит от событий, которые мы произведем в игре, что ж, не будем тянуть лишний раз кота за хвост, по-е-а-ли. Время рвется, в монархе все знали заранее, у них есть план, называется протокол Ковчег, он может нас спасти хотя бы некоторых, ты Мартин лицо монарха, уже много лет, но давай кое-что проясним, я все еще капитан, у тебя в голове туман, тебе пора на процедуры, тебя там ждать? Меня? На вечеринке? Если хочешь, пойдем вместе. Что вам нужно? Всех, кто могут указать на монарха. Пошел ты. Ага, он мне нравится. Просто найди его. Отойди, быстро! Лиам, ты все неправильно понял. Ага, и все пропало. Нет, ушел. Нужно срочно задержать Лиама Берка, он вооружен и опасен. Ну, рассказывай нам, Уильям, Лиамберг. Quantum Break. Заключенный эпизод. Аллоу. Аллоу. В лаборатории доктора Кима, 9 октября 16-го года. Через 12 часов после разлома. Это процедура, что ли, хрононами, что ли, он лечится? А она его любит. Это видно. Процедуры теряют эффективность. Неправда. Нет, я должна придумать что-то новое. Сегодня вечером ты должна отдохнуть. Ты себя не бережешь совсем. Кто бы говорил. Я получила данные. По временным аномалиям. Они становятся чаще и длятся дольше. Они пройдут, я же говорил. Есть вероятность, что ты видел что-то не так. Я видел как есть. Успокойся. Не надо разоверить мою речь. София. Не волнуйся ты так. Да, действительно. Подумаешь превратиться в безумное чудовище. Особняк монарха на острове Гал. 9 октября 16-го года. Через 15 часов после катастрофы. Чарль, а что ты совсем не пьешь? Я просто не... Я не в том настроении, чтобы много пить. Да трезвый Никон, как и я. Вот и все. Тяжелый денек? Да. Да. У меня тоже. А что у тебя? Много всего сегодня случилось. Ага. Пришлось разбираться с внутренними делами. Внутренними делами? Ага. Ага. И мне ничего не расскажешь? А зачем? Они же внутренние. Да, действительно. Хорошо. Хорошо. Сегодня я помог поймать предателя. Предателя? Это поэтому столько шума было? Да. Моих рук дело. Кто это оказался? Кто это? Кто это оказался? Кто в смысле, кто был предателем? Ну да. Любопытно. Я не могу. Что? Я не могу ни с кем обсуждать это. Просто ты это преподнес так драматично. Ага. Пожалуй, я не могу больше ничего тебе рассказать. Честно. Честно. Правильно. Ну я просто подумала, ты хочешь со мной поделиться? Я пойду попудрю носик, так что поскучаешь че-то. Ладно? Хорошо. Ах, вот... Общайся. Ой, Чарли, она же Мегера. Это типичный формат Мегера. Вот ненавижу Мегера. Вот именно Мегера. Забавно. 25 лет поживешь на планете в окружении одних девушек и начнешь определять, где Мегера, где нет. Без обид. Просто, ну, способность такая появилась. Эволюция человечества происходит. Что он там дышит? С ума сошла, что ли? Ну что, Бэт любил, что ли? Не будем понять. О, Лем. Правый, ответьте. Говорит, обстановка. Говорит, правый. Все чисто. Угу. Приветствую. Спасибо за ствол. Ну, правильно, да? Нет, ну, правильно, надо поблагодарить. Уважаю. Уважаю. Правильно. О, хэч. Доктор Эмирал. Мартин. Мне нужна помощь. Угу. Он тебя послушает. Пол. Думаешь? Да ну. Мы в большой опасности, а он не понимает. Не хочет понимать. С чего бы это? У нас есть разногласия, но тебя явно беспокоит будущее монарха. Тебе не все равно, что случится. Если наступает нулевое состояние, что-то надо делать. И какие же варианты? Ну, любопытно. Ты сам знаешь, какие. Послушай, София. Дело не в том, поверит ли пол мне. Просто я не верю тебе. Угу. На мой взгляд, твой подход контрпродуктивен. Ой, кто бы говорил. Ты настраиваешь пола на катастрофу, морочишь ему голову апокалипсисом. И, честно говоря, я бы на его месте не доверил тебе такой ответственный пост. Ой, кто бы говорил. Потому что мне действительно не все равно. Угу. Чего ты так отчаянно боишься, Мартин? А ты чего? По-твоему, я чего-то боюсь? Действительно. Он ничего не боится. Он самая большая загадка здесь. Любовнички, привет был. Что случилось? А, любовью занимается. Ничего. Ну, прелюдейки. Мы просто болтали о разном. Платонически. Угу. Тебе скоро выступать с речью? Да. Приятного вечера, доктор. Приятного вечера. Опускной пункт, монах. Ладно. Ну, Бёрк. Думай. Крок, а не Крокер. Рэй Крок. Отсылка, кстати, если что. Крокер! Мне срочно надо посрать. Чёрт, ну давай же. Крок! Крокер! Ну же, Крокер! Ну же, Крокер! Эх. Вот ненавижу вот такие вечеринки. По-моему, Кинки Пати то лучше будет. Хотя, в любом случае лучше. В жеребе, готов поспорить. Угу. Неплохой выбор, но спорю, что он тот, который типа Райан Бослинг, разговаривает с Джорджем Клуни. Весь такой, с крутыми запахами. Болотая тампонова биржа. Да. Ага. Ричард, где тебя носило? Забыл приглашение. Ух ты! Ну да что ж ты такой рассеянный? Помните, я не рассеянный. Уп! Здрасте? Да. Да. Ага. Пусть тянет. Нет. Бам! Я тебе говорила. Что ж я так штуку проигрываю? Пойся больше не выпью. Нет, правила есть правила. Правила надо соблюдать. Вот ненавижу такие игры. Вот ненавижу такие игры. Реально. Сделал? Вообще-то терпеть не могу это все. Ты справишься, дружище. Справишься? Спасибо за поддержку. Я вот трезвенник по жизни. Никогда в жизни не выпью никакого алкоголя. Никогда. Ни ради кого. Никогда не пил и пить не собираюсь. Алкоголь это зло. Это вредно. Хочешь пройтись? Ага. В кустике. Хорошо. Я еще и... Ладно, дамочка. Я возьму свою шпажку. Я свою тоже захвачу. Угу. Крокер, 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 крокер. Ладно. Эй, дружище. Крокер! Крокер, крокер! Клёрк! Крокер! Эй, блин. Эй, эй, эй. Слушай, слушай. Если мне придется войти, ты, блин, пожалеешь. Послушай, это все гребанное недоразумение. Я завтра выйду. Я... Я замолвлю за тебя словечко. Помогу с продвижением. Все, что я прошу, просто отведи меня в долбанный сардир. Иди к задней стене. Черт, спасибо, друг. Спасибо тебе. Ой. Не друг, а и бицил. Даже я понимаю, что это тупость полная. Спасибо. Заткнись. Медленно подходи. Ага. Вот так-то удар. Ага. Идиот. Прямо бойкомплект какой-то. Черт. Акцепт резистанс. Ты же не против, что мы ушли? Прежде всего, я вообще не особо хотел идти. Ладно. Тогда зачем пошел? Ради тебя. Кое-кто меня заставил. Ааа. Это еще что? Похоже на динозавра в шлеме. О, линия в рыбе. Ну да. Лучше и не скажешь. Слушай, а мы куда? Нам вообще сюда можно? Можно. Да, сто пудов. Ладно. Хорошо. И чем бы ты сегодня занимался, если бы мы сюда не пошли? Что? Если бы не пошел на вечеринку? Работай. Ну, я бы отменил все свои мега важные дела. Ааа. Ну, и пошел бы поработал. Тебе не кажется, что ты трудоголик? Да. Но я... Неплохой ответ. Ну нет, я имею в виду, что я... Это не ощущается, как работает. Я... Я люблю возиться с компами. Ага. Я чувствую себя на своем месте. Ты тоже постоянно работаешь. Не меньше меня, на самом деле. Вот именно. Ааа... Тебе не кажется, что, может быть, ты работаешь чуточку многовато? Может быть, не знаю. Я не знаю, думаю, да. Да ну стоять! Ааа! Ах ты говнюк! Эй, погоди! Тебе всего-то было надо впустить меня в лабораторию! Ты предал, монарх! Что мне еще оставалось делать? Действительно! Сам виноват, Бёрк! Я вообще не курси, что творится. Мне нужно туда попасть. Там есть нечто важное. Протокол Ковчег. А ты откуда знаешь? Ты работаешь с Бэт Уайлдер. Я уже тебя видела раньше. Ты ее знаешь. Из-за нее я здесь. Ну, правильно. Эх, вот видишь, вот так вот случается, когда одна какая-нибудь зараза использует тебя ради своих личных целей. Эх, жалко мне. Вот реально. Жалко мне Уинкота. Бедный Чарли. А без пушки все еще никак? Боковой вход в исцелительский центр. Никак. Давай, жрее. В горном массиве. Уважаю. Ты славный малый. Прямо напоминает мою облаторию в Майнкрафте. Да, точно. Конечно. Ясно, ясно. Ясно. У вас же не получится. А у меня... Особый талант. Это да. У тебя действительно особый талант. Раз, что я так ценят. Пожалуйста. Это здесь. Познакомьтесь. Наш пропавший ученый. Что это? Это лаборатория называется. Да что это такое? Говорю, что лаборатория. О, доктор Ким. О, какой красивый кадр. Он как на ветру летает. Хрономутированный организм. Чрезвычайно агрессивный. Я таких только слышал. Ну, понятное дело. Организм? Это доктор Ким. Ну да. Первый хрономутировавший организм в истории человечества. Красота. Интересно, он кусается? И больно ли? Пропускной пункт монарха. Мартин. Вы знаете, кто я? Да. Мартин Хэтч, скажем так. Правая рука пола. А левая? Это еще, как понимать. Блюду интереса монарха. Занимаюсь тем, до чего полу, так сказать, нет дела. Угу. Вы его помощник? По сути, да. Не все так просто. А так и не скажешь. Я мог бы выразить вам соболезнования насчет брата, а вы? Вы пошлете меня подальше. Это да. Еще я мог бы сказать, что Пол хочет уберечь вас от такой же участи. Вы меня тоже пошлете. Это да. Лучше я скажу, что между мной и Полом есть различия. Пол, он... У него еще есть надежда на лучшее. А я по натуре реалист. Угу. Проблема вот в чем. Я полагаю, корень ошибок в излишних надеждах. А мы с вами оба знаем, мистер Джойс, что ошибки часто приводят к катастрофе. Пол очень опасный человек. Практически фанатик. Если его не остановить, ситуация так и будет катиться в пропасть. Вынужден обратиться к вам, мистер Джойс. Я надеюсь, что мы сможем найти общий язык. Это сделка. Твои действия в замену твою жизнь. А камеры все выключены, если что. Молодец, Мартин. Уважаю. Кем он был? Моим учителем колледжа и наставником в монархии. У меня был трудный период, а он меня выручил. Понял. Вроде бы. Я думаю, это файл призрак. След массового сирания файлов. Кто-то был здесь. Я нашел регулятор хронополя. Подожди, стой. Вот черт. Это же отчет доктора Эмерал. Что там? Зависание. Они... Они происходят все чаще. Что такое зависание? Чем чаще зависание, тем ближе разлом. Так, а что за разлом? Действительно. Во времени. Нулевое состояние. Все замирает и больше не идет. А протокол Ковчег может спасти нас? Без понятия. Но... Но регулятор хронополя это основа хронотехнологии монарха. На нем все завязано. И... Он как-то связан с Ковчегом. Нам пора. Нет, 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 нет. Живо, живо. Сюда, сюда. Чарли, давай. Нет, нет, не надо, не надо. Тоже замрешь. Фиона. В лаборатории защиты от зависания. Что здесь? Это зависание? Ты куда? Там были хроножилеты. Они нам помогут. Твою мать. Твою мать. Твою мать. не сделаю. Идиот. Это... Это... Лаборатория. Здесь нельзя стрелять. Ой. Твою мать. Надень. Скоростные товарищи наши. Хе-хе-хе. Так, одного убил. Молодец. Хе-хе-хе. Правильно сделал. Молодец. Молодец. Реально. Одна предала. А... А друг... Идем, идем, идем. Идем. Иди отсюда. Подожди. О, Чарльз, ты в другую сторону побежал. Давай. Давай. Конец второго эпизода. Знаете, даже как-то быстро. Реально. Очень быстро. Что ж, ребят. На этом сегодня мы заканчиваем пока что сериальчик. И сегодня вечером у нас будет уже продолжение исследовательский центр. Надеюсь, все вы сегодня сможете прийти, посмотреть на стримчик. Пообщаемся, поиграем. Ну, а с вами сегодня был глава Umbrella Tech Incorporated. Главный конкурент Monarch Solutions. Альберт Вескер. Всем до скорой встречи. Надеюсь, вам понравилось. Лайк, комментарий, подписка. Также подписка в Дискорде и Вконтакте. Ссылочки на YouTube в описании. И подписка на DevinArt. Буду очень рад. Как говорится. Всем до скорой встречи. Всем жму руку. И всем увидимся в будущем. До скорой встречи. И пока-пока. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok